Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалии на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. Наконец-то услышали. Власти Прибайкалии намерены войти в федеральную программу, позволяющую обследовать дома серии 1-335 на сейсмоустойчивость. О необходимости этого ангарские общественники говорили на протяжении десятка лет. Семь хрущевок включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости и признанных аварийными. В текущем году обещают расселить и снести трехэтажное здание, построенное в 1959 году. Также сообщается, что запланировано обследование 109 таких домов в восьми городах Иркутской области. В ангарском отделе ИФНС напоминают, 1 декабря текущего года заканчивается срок уплаты имущественных налогов. На сегодняшний день организована почтовая рассылка. Выгрузка уведомлений произведена во все личные кабинеты граждан. Горожанам, которые не получили их по почте, стоит обратиться в ведомство. Вся задолженность, накопившаяся за прошлый год, находится на исполнении в службе судебных приставов. Хочу напомнить, что пользователям личных кабинетов дублирование налоговых уведомлений на бумажном носителе налоговым законодательством не предусмотрено. Поэтому на сегодняшний день, если по каким-то причинам вы утратили пароль, доступ к личному кабинету, то необходимо своевременно обратиться в любой налоговый орган для восстановления доступа. Отдают свои деньги лжебанкирам. С начала года жители Прибайкали лишились порядка 250 миллионов рублей, поверив людям, представившимся сотрудниками финансовых учреждений. А в последнее время злоумышленники стали действовать все искуснее. О новых схемах работы аферистов расскажем в следующем материале. Здравствуйте, Анна Александровна. Вас беспокоят из банка. Вы только что оформили заявку на получение кредита, и мы хотим сверить ваши данные. Какой кредит? Я ничего не оформляла. Нас также это насторожило, поэтому прямо сейчас мы аннулируем вашу заявку. Дело в том, что в последнее время участились случаи мошенничества. Продиклюйте, пожалуйста, ваши персональные данные. Ну а дальше жертва сообщает всю необходимую мошенникам информацию. Уже на следующий день становится обладателем огромного кредита. Это относительно новая схема, по которой работают аферисты в Иркутской области. Поверила в такую легенду и жительница Устилимска, якобы одолжившая у банка четверть миллиона рублей. В результате денег у меня нет. И я теперь вынужден оплачивать этот кредит в 255 тысяч. Я прошу вас, просто не повторите мою ошибку. На удочку интернета телефонных мошенников с начала года попались свыше 5000 жителей Иркутской области. Каждый четвертый случай – афера, когда злоумышленники представлялись именно сотрудниками банков. Олов лжеработника финансовой сферы составил около 250 миллионов рублей. Как правило, аферисты звонят, представляются сотрудниками службы безопасности банка, либо любой другой службы. В дальнейшем обращаются к ним по имени и отчеству, что располагает, как правило, к злоумышленнику. И говорят им о том, что прямо сейчас, в настоящий момент, совершаются какие-то действия с их счетами, либо картами. То есть кто-то пытается похитить их деньги. Так называемые спам-звонки – одна из классических мошеннических схем. В своеобразный топ также входят сайты «Зеркала». Это когда онлайн-страницы псевдобанков внешне очень похожи на оригинал. Но стоит только ввести логин, пароль и персональные данные окажутся в руках злоумышленников. Еще одним видом выманивания денег являются фишинговые рассылки, которые сообщают о возможной блокировке личного кабинета. Столкнулись с одной из таких ситуаций? Прежде всего звоните на номер горячей линии банка. Номер горячей линии банка, который всегда имеется на обратной стороне карты. Таким образом вы убедитесь, что действительно разговариваете с менеджером банка. Ну а чтобы обезопасить себя, не нужно терять карту из вида, не сохранять данные карты на смартфоне или компьютере. И, конечно, необходимо подключить смс-информирование для того, чтобы отслеживать все операции по карте. Пример, почему нужно действовать именно так, недавно подал братчанин. Поверив лжебанкирам в кредит у реальных работников, финансовой отрасли взял более 3,5 миллионов рублей и перевел их аферистам. Сумма которой лишился мужчина – одна из самых крупных за всю историю телефонных мошенничеств в Прибайкале. Альберт Домнин при содействии НТС. Новости 360 Ангарск. 49 жителей Иркутской области сдали незаконно храняющееся оружие за вознаграждение в подразделении Росгвардии с начала года. Большая часть – это охотничьи ружья – 4 единицы с нарезным стволом. Также принесли газовое и боевое свыше тысячи боеприпасов. Общая сумма выплаты оставила более 270 тысяч рублей. Напомним, в случае добровольной сдачи гражданина освобождают от уголовной ответственности, при себе необходимо иметь паспорт. Для получения вознаграждения понадобится также СНИЛС и ННН. Коронавирусная инфекция ограничила возможности туристов. Многие зарубежные направления стали недоступны. И неудивительно, что жители Прибайкале отправляются на отдых либо в родном регионе, либо в соседнюю Бурятию. Одно из самых популярных тамошних мест – поселок Аршан. Аршан в переводе с бурятского – источник. А также это известный курортный поселок. Наиболее он знаменит целебными минеральными родниками, но далеко не все едут сюда за водой. Чистейший горный воздух, густые хвойные леса и красота этих мест вернут растраченные в городской суете силы, подадят позабытое ощущение спокойствия и расслабленности. В конце июня 2014 года Аршан атаковали селевые потоки. На улицах образовались глубокие рвы. Песком занесло огороды и подвалы домов. Пострадало свыше 200 строений. Сегодня Каменная река – одна из местных достопримечательностей. А на домах около нее видны следы той катастрофы. Также наиболее популярный и несложный маршрут – тропа к водопадам реки Кынгарга, которая начинается от северной части поселка. По пути следования длинной полосой располагается рынок сувениров. Здесь продают все, что душе угодно. Немало китайского производства. А дальше можно любоваться густым лесом и, конечно же, речкой. Кынгарга, спускаясь с гор, выходит в сам поселок и Тункинскую долину. Шумно и звонко, и, наверное, именно поэтому Кынгарга по-бурятски – хэнгарга – барабан. А еще есть пик любви – это одна из вершин тункинских гольцов Восточного Саяна. Этот маршрут более сложный и продолжительный, чем тропа к водопадам. Время восхождения в среднем составляет от 3 до 5 часов. Но по факту такое путешествие займет целый день с учетом подъема, привалов и спуска. Вообще, вблизи поселка очень много интересных мест. Например, таких, как потухшие вулканы, Кайморские озера, Лежак, Буханайона и многое другое. Так что поездка сюда доставит много незабываемых впечатлений. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Навигация на водоемах Иркутской области будет закрыта с 10 октября по 1 мая. За исключением Ангары, где движение маломерных судов разрешено до 1 декабря. Государственные инспекторы будут патрулировать прибрежные зоны и контролировать выход катеров с лодочных станций. Нарушители обещают привлечь к ответственности. Административный штраф может составить до 10 тысяч рублей. В соответствии с постановлением областного правительства допускается выход маломерных судов на Ангаре с 1 марта по 1 декабря. На Байкале с 15 мая по 25 декабря. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Такого снижения цен еще не было. Коронка цель налетая от 2700 рублей. Коронка металлокерамическая от 4400 рублей. Ломба от 500 рублей. Лечение десен, лазеротерапия. Профессиональная очистка зубов по приемлемым ценам. В душе мы молоды всегда. Просто с возрастом у нас становится чуть больше праздников. Дорогие наши самые мудрые и уважаемые люди Земли. Страховая компания «Колынская» поздравляет вас с Днем пожилого человека с 1 по 10 октября. При заключении договора всем пенсионерам подарки. Внимание! Теперь и в Ангарске. Скоро открытие крупного гипермаркета «Маяк». 250-й квартал, дом 9, здание ТЦ «Квартал». Конечный автобусов номер 20 и номер 3 напротив магазина «Магистральный». Гипермаркет «Маяк». Всегда низкие цены. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте «Одноклассники». А еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте «Ангарск-360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 6 октября солнечно. В обед температура воздуха составит 13 градусов по Цельсию. В темное время ожидается до плюс 5. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. В Листвянке солнечную погоду прогнозируют синоптики. Днем температура поднимется до 11 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 7. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – автошкола «Профи». Современные методики обучения – опытные педагоги. Автошкола «Профи». Ваша уверенность на дороге. Автошкола «Профи» производит подготовку водителей категорий А и Б. Опытные инструкторы, индивидуальный график, гибкая система оплаты. Мы ценим ваше время, поэтому создаем максимально комфортные условия для обучения. Автошкола «Профи». 19-й микрорайон, дом 10. 29-й микрорайон, дом 15. 12-й микрорайон, дом 2А. И 6-й микрорайон, дом 15. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник солнечно, днем 11 градусов выше нуля, ночью плюс 4 градуса по Цельсию. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения в любую погоду.